Прямо отвечу на прямой вопрос господина Юценюка. Русские не хотят войны, как уверен, не хотят её и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки. Не Россия раскрутила спираль дестабилизации и насилия, которые в последние месяцы определяют развитие Украины. Некоторые выступавшие сегодня коллеги рисовали чуть ли не идиллическую картину ситуации на Украине. Утверждали, что если бы не козни России, все на Украине жили бы долго и счастливо. А некоторые просто пытались закричать свою роль в усугублении кризиса. Для них это игра. Для нас вопрос жизни и фундаментальных норм международного права. Для того, чтобы понять, как нормализовать обстановку, надо объективно разобраться в генезисе сегодняшнего кризиса. Господин председатель, мы уже говорили в этом зале о том, что для того обострения обстановки на Украине, которое произошло в последние месяцы, не было никаких объективных поводов. Речь шла всего лишь о необходимости принятия президентом Януковичем и его правительством решения о том, выгодно ли Украине подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, предложенное Брюсселем. Реакция на решение Киева, пока воздержаться от этого, при сохранении так называемой европейской перспективы, была совершенно неадекватной. К эскалации подталкивали как некоторые силы на Украине, так и западные благодетели этой страны. Отказавшись от трехсторонних переговоров об экономических проблемах Украины по линии Евросоюз-Украина-Россия, Брюссель и почему-то Вашингтон стали ультимативно требовать от Киева поставить свою подпись под соглашением об ассоциации, которая была чревата для Украины тяжелыми экономическими последствиями. Причем апеллировали они не только к правительству, но и к улице. Конечно, народ Украины имеет право на мирный политический протест. Но зачем же превращать Майдан в военизированный лагерь? Зачем направлять в центр Киева отряды кем-то заранее хорошо подготовленных и экипированных боевиков? Зачем неделями провоцировать представителей сил правопорядка, бросаясь с них булыжниками и коктейлями Молотова, используя бульдозер как оружие уличного террора? Разве совместим с демократией захват административных зданий и штаб-квартир политических партий, сопровождавшийся убийствами и истязаниями захваченных людей, как это было, например, в камере пыток, организованной в подвале Дома профсоюзов? Совершенные в Киеве акты насилия нуждаются в тщательном международном расследовании. Картинку киевской и западной пропаганды полностью переворачивает информацию о том, что как в представителей сил правопорядка, так и в протестантов стреляли одни и те же провокаторы. Причем по последней обнародованной информации стреляли из штаб-квартиры так называемого коменданта Майдана, который теперь возглавил Совет Безопасности Украины. Почему представители западных стран подстрекали к продолжению беспорядков? Зачем спикер парламента Литвы, ораторствуя на Майдане, призывала к продолжению антиправительственных акций? Зачем среди демонстрантов маршировали министры иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники некоторых западных государств? Зачем же так грубо вмешиваться во внутренние дела государства, фактически перечеркивая его суверенитет? Господин председатель, какой бы ни была оценка деятельности в этот период Виктора Януковича, вряд ли кто-то может упрекнуть его в нежелании заниматься поисками компромисса с оппозицией. В какой-то момент пост премьер-министра был предложен господину Юценюку. Почему было не воспользоваться этим, чтобы приостановить сползание своей страны к экономической катастрофе? Почему не воспользоваться не только контактами с Европейским Союзом и Соединёнными Штатами, но и готовностью России помочь и кредитами, и снижением цены на газ, для того, чтобы начать стабилизировать экономику страны? Почему, наконец, не воспользоваться возможностями, которые открывались соглашением от 21 февраля, для того, чтобы прекратить противостояние, наладить нормальный политический процесс, сцементировать экономическую и политическую целостность страны? Не потому ли, что к власти рвались силы, стремившиеся не к демократии, а к диктатуре, когда угрозам и насилию подвергаются все инакомыслящие, включая депутатов Рады? В результате законный президент оказался свергнутым и под угрозой физической расправы вынужден был покинуть Киев. Присутствующим в этом зале прекрасно известно, что насильственное свержение власти противоправно. Такие действия неоднократно осуждались, в том числе и в документах, принимавшихся Советом Безопасности ООН. Вместо правительства национального единства, предусмотренного соглашением от 21 февраля, в Киеве было создано, как выразился господин Виценюк, правительство победителей. В нем ряд ключевых постов, включая пост министра обороны, занимают представители националь-национал-радикальной партии «Свобода». В резолюции, принятой в декабре 2012 года, Европарламент назвал исповедуемые этой партией взгляды «российскими, антисемитскими и ксенофобскими и противоречащими фундаментальным ценностям и принципам Евросоюза». И призвал продемократические партии в Раде не создавать коалиции с этой партией. Куда же теперь подевались европейские ценности? Исповедует ли их новая власть в Киеве? Настоящей же опорой новых властей является еще более радикальная организация, так называемый «Правый сектор», лидер которой заявил о своих президентских амбициях. Радикалы не разоружились, как этого требует соглашение от 21 февраля. Более того, они пополняют свои арсеналы из ограбленных ими армейских складов. Новые власти не сделали ничего для организации общенационального диалога с целью проведения подлинной конституционной реформы, как это зафиксировано в соглашении от 21 февраля. Но сделали все для того, чтобы антагонизировать восточные и юго-восточные регионы Украины. Первым делом отменили закон о языках, дававший официальный статус русскому языку, а затем отключили русскоязычные версии правительственных сайтов. Вместо диалога Киев направляет восточные регионы страны своих политкомиссаров. Они согласных арестовывают, как это случилось с народным губернатором Донецко Губаревым, и заявившим о намерении участвовать в президентских выборах бывшим губернатором Харьковской области Добкиным. Фактически, киевские власти сами распиливают свою страну на две части. Господин председатель, сегодня было немало сказано, причем очень возбужденно, о положении в Крыму и о принятом Верховным Советом Автономной Республики решении провести референдум о вхождении в состав России, либо о более широком автономном статусе в составе Украины. Некоторые оспаривают правомерность такого референдума. Однако, недопустимо манипулировать отдельными принципами и нормами международного права, произвольно вырывая их из общего контекста не только собственно международного права, но конкретных политических обстоятельств и исторической специфики. В каждом отдельном случае следует искать правильный баланс между принципами территориальной целостности и правом на самоопределение. Понятно, что реализация права на самоопределение в виде отделения существующего государства – это неординарная мера. Применительных к Крыму такой случай очевидно возник в результате правового вакуума, появившегося в результате неконституционного насильственного государственного переворота, осуществленного в Киеве национал-радикалами, как и прямых угроз со стороны последних навести свой порядок на территории всей Украины. Некоторые страны, выступающие сейчас против волеизъявления крымчан, поспешили признать независимость Косово, провозглашенную, кстати, даже без референдума, просто решением парламента. Признали, несмотря на протесты Белграда, несмотря на то, что провозглашение независимости произошло на фоне незаконной военной операции стран НАТО и в условиях, когда значительная часть исконного сербского населения была вынуждена покинуть край. Не говоря уже о сохраняющей свою законную силу резолюции Совета безопасности ООН-1240, по сути, устанавливающей международный протекторат над Косово. Известно, что институт референдума далеко не нов. Можно упомянуть проведенные, либо планируемые голосования в Пуэрто-Рико, Гибралтаре, на Фолклендах, в Каталонии и Шотландии. Правовой и исторический контекст, как и результаты голосования, во всех этих случаях различны. Однако суть остается. Жителям этих территорий была или будет предоставлена возможность выразить свое мнение. Почему народ Крыма должен быть исключением? Есть и другие небезынтересные прецеденты. В 1975 году Каморские острова провозгласили независимость от Франции и были приняты в ООН в качестве государства, состоящего из четырех островов. Однако в феврале 1976 года Франция организовала для жителей одного из этих островов, острова Майота, референдум о том, хотят ли они остаться в составе Франции или же войти в состав нового государства Каморских островов. С небольшим преимуществом голосовавшие высказались против независимости от Франции. Глава государства Каморских островов пытался предотвратить подобное развитие событий. В январе 1976 года он запросил созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Действия Франции были им названы неприкрытой агрессией и посягательством на территориальную целостность его страны. Он отмечал, что по французским же законам, действовавшим до обретения Каморскими островами независимости, остров Майота является неотъемлемой частью их территории. Акцентировал и то, что именно в составе четырех островов Каморские острова были приняты в ООН. Ничто не помогло. Поставленный на голосование проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку позиции Каморских островов был заветирован Францией. Господин председатель, еще в декларации о независимости Соединенных Штатов говорилось о ситуациях, когда для одного народа оказывается необходимым расторгнуть политические связи, соединяющие его с другим народом. Посмотрим, какое мнение на этот счет выскажет народ Крыма на предстоящем референдуме. И последнее. Некоторые выступавшие упомянули о действиях российского Черноморского флота в Крыму. Считаем их правомерными. В проведении референдума, объявленного и организуемого самими крынчанами, российский Черноморский флот никак не вмешивается. Благодарю вас, господин председатель. Спасибо. Спасибо.